Я работаю в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Я работаю инструктором по подготовке экипажей на Международной космической станции на российском сегменте. Функциональные обязанности инструктора экипажа – это вести экипаж от самого начального этапа, когда он приходит на подготовку, и до самого старта. В этот этап включены занятия лекционные, занятия практические. Мы читаем лекции по аварийным процедурам, то есть какие действия экипаж должен выполнять при аварийных процедурах. Мы проводим также тренировки по аварийным процедурам и тренировки по рутинным операциям, которые повседневно выполняет экипаж на станции. В конце подготовки у нас проходят экзаменационные тренировки. И далее мы уже на предстартовой подготовке едем с экипажем, сопровождаем экипаж в Байконур. И там также проводим им дополнительные занятия по российскому сегменту Международной космической станции. Я родилась в семье инженеров. Мои родители закончили Харьковский авиационный институт. Родители всегда мечтали работать либо в авиации, либо в космической отрасли. Но, к сожалению, жизнь так сложилась, что они работали инженерами на заводе, но не в профильных организациях. То есть это не было связано ни с авиацией, ни с космонавтикой. Но в нашей семье 12 апреля это был праздник. Мы всегда отмечали этот день. Мы поздравляли маму, папу с этим праздником. 12 апреля это день космонавтики и авиации. Отмечается в России. Это тот день, когда первый раз Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. И поэтому при выборе моей профессии в дальнейшем не было вообще никакого разговора. Я мечтала стать инженером, я мечтала получить техническое образование. Но, к сожалению, из-за того, что мы жили не так близко к вузам, именно связанными с авиацией, связанными с космонавтикой, пришлось поступить просто в технический университет и закончить инженерную профессию. Среди мужчин работать легко, поскольку отношения в коллективе все-таки к женщинам у нас всегда относятся как к хрупким созданиям. Но я могу отметить то, что женщина, она гораздо трудолюбивее, чем мужчина. Она гораздо напористее, чем мужчина. Мы готовы ради работы пожертвовать каким-то своим личным временем. Мы готовы прийти в выходной день здесь остаться. И нам не нужно больших денег платить. Мы готовы даже работать за маленькую зарплату просто ради того, чтобы получать удовольствие от этой работы. Потому что нет ничего лучше работать в той сфере и иметь такую должность и такую работу, от которой ты получаешь удовольствие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...